МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на первом карагандинском новости. Каким увидели сегодняшний день наши корреспонденты? С вами Сергей Высокосов. И сначала коротко о главном. Карагандинцы стали невольными заложниками авиаперевозчика. Реализация государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию в карагандинском регионе. Как проходят школьные каникулы в Караганде? Как можно испортить еще не начавшийся отпуск? Очень легко. Если довериться необязательному авиаперевозчику, около 200 карагандинцев стали заложниками авиакомпании «СКАД». Вместо красот Анталии они 12 часов любуются достопримечательностями карагандинского аэропорта Сары-Арка. Каждый человек просчитывает заранее не только дни, но и часы своего положенного летнего отдыха. Путевки в Турцию были приобретены в туристическом агентстве «Абсолют» заранее, еще в марте месяце. Стоили они немало – полторы тысячи долларов на человека. Зато владельцев путевок согревала мысль о том, как они славно проведут 10 дней в Турции. Сладостное предвкушение длилось только до дня вылета. Во время регистрации их огорошили известием. Вылет откладывается до 18 часов. Люди приехали в аэропорт к двум часам ночи накануне вылета. Ну, вообще, два года я собирался ехать. Этот отпуск ждали, мы сына с собой взяли. Мы никогда не были за границей. Поэтому, вот так вот получилось. Я согласен, что в авиакомпаниях везде ломается, бывает. Нужно было пригнать самолет в другой, где-то или с Алматы, или с Чемкента. Их авиакомпания могли на пару часов задержать, объяснить. Все это бывает. Но, извините, мы день потеряли в Турции. 63 человека были устроены в гостиницу. Если учесть, что аэропортовская гостиница рассчитана на 45 койко-мест, то отдых можно назвать условным. Ну, так, чтобы можно было ноги вытянуть. Правда, представитель авиакомпании «СКАТ» договорился о бесплатном обеде. Но это мало утешило застрявших в аэропорту пассажиров. Они должны уже гулять по Анталии. Тем более, что самолет авиаперевозчика «Азияджет» своих пассажиров отправил в Турцию. Михаил Раменский, официальный представитель «СКАТа», никаких объяснений ни пассажирам, ни нам давать не стал. Задержка? Ну и что? Со всеми бывает. 10 минус 1 остается 9 туристических дней. Куда он вообще исчез, непонятно. В общем, наш отпуск испорчен, настроение тоже испорчено. Ждали лучшего, оказались, как говорится, в яме. Вот, поэтому хотелось выйти на какой-то правильный путь, то ли наказание, это однозначно. Конечно, мы уже сами своими путями, звонками, все это, конечно, добились. Что какая-то поломка. Что это сообщили уже, наверное, ближе к пяти, к полпятому где-то. Так сообщили, что самолет будет задерживаться часов на 12. Как это так? Компании давно работают и не могут навести порядки. Как мы раньше летали? Никогда такого не было, чтобы настолько задерживали. Извините, их поломка и мы должны страдать. Ночной перелет, невозможно там спать, мошкара кусает. Мы не выспавшиеся и вообще уставшие. Туристическая фирма «Абсолют» претензий не принимает. Все вопросы к перевозчику. Авиаперевозчик «СКАД» тоже потерянный день отпуска оплачивать не собирается. Но пассажиры твердо намерены вернуть потерянный день или добиться возврата денег за него. Ну а «СКАД», несмотря на призыв сенаторов временно отозвать лицензию авиакомпании и устроить ей глобальную проверку, все еще обслуживает пассажиров и по совковой традиции на жалобы не обращает никакого внимания. Да и зачем нам берег турецкий? Нам и на Федоровском водохранилище неплохо. Как вы думаете? В Казахстане проводят комплексное тестирование выпускников интернатуры медицинских вузов. В течение трех дней с 16 по 18 июня текущего года во всех вузах страны, согласно приказу вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, выпускники интернатуры 2013-2014 учебного года новые апробированные компьютерные программы единовременно пройдут компьютерное тестирование на государственном и русском языках по семи направлениям интернатуры. Комплексное тестирование это впервые проводится именно в пилотном проекте. То есть на сегодняшний день это можно сказать, что проведение более прозрачное. Комплексное тестирование, оно входит в государственную аттестацию и является не промежуточным, а начальным этапом проведения данной аттестации. И в дальнейшем, если интерн не пройдет тестирование, он не будет допущен к дальнейшему экзамену ОСПЭ. По окончании тестирования выпускники получают предварительные результаты без учета апелляции. В процессе тестирования интерн может подавать на апелляцию, на тестовые задания. Члены комиссии, рассмотрев апелляцию, имеют право удовлетворить ее, присудив бал. В этапе оцениваются теоретические знания, а дальше они будут оценивать свои практические навыки уже в учебно-клиническом центре, так скажем, в реальном времени. Там будут и стандартизированные пациенты, там будут высокотехнологичные тренажеры, на которых они будут демонстрировать свои навыки в соответствии с теми станциями, которые подготовлены опять-таки по программе университета. Тесты разработаны строго в соответствии с типовой учебной программой по ГОСА 2006 года. Каждый вариант теста состоит из 100 тестовых вопросов. Тестовые задания прошли экспертизу. Интернтерапевт Яна Дубровская сдала экзамены. Говорит, было сложно, но постаралась ответить на все вопросы. Те 7 лет, что мы учились, все это мы можем на этих тестах продемонстрировать. Так как они дополнены еще и практическими навыками, то есть я считаю, что это очень хорошая комплексная оценка наших знаний. Проведение такого рода независимой проверки знаний выпускников направлено прежде всего на повышение качества образовательных услуг медицинских вузов страны. Ведь жизнь людей в руках врачей. В рамках реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы в области разработана концепция развития базовых отраслей промышленности, внедрение программно-целевых методов управления промышленным комплексом. Задачи карты индустриализации страны поставлены в послании главы государства. Стратегия создания новой экономики давно уже реально воплощается в жизнь. В стране дан старт сотням индустриально-инновационных проектов, которые в дальнейшем должны обеспечить подлинный прорыв отечественной промышленности. Я дал ряд поручений правительству по разработке проекта второй пятилетки форсированного индустриально-инновационного развития на 2016-2019 год. Первая пятилетка этой работы заканчивается в этом году. Сделано немало, но и ошибок допущено немало. Нам придется серьезно корректировать и ограничить число приоритетов индустриализации. В Карагандинской области всегда рассматриваются новые инвестиционные проекты. Еженедельно обсуждают их на заседаниях Координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию. Если бизнесменам необходима какая-то поддержка или эксперты видят очевидные недоработки, то совместно решаются все организационные и финансовые задачи. Затем проект включается в республиканскую карту, и все они по-своему нужные проекты, реализация которых вносит значительный вклад в экономику не только области, но и республики в целом. Одна из таких компаний – ТО «Европак». Основалась она в 2005 году по программе «Дорожная карта-2020». На ней производят резиновые и пластмассовые изделия для упаковки товаров. Основным видом деятельности является производство пластмассовых изделий для упаковывания пищевых продуктов, в частности, PET-преформа и лукопорочные толпачки. В 2011 году мы решили расширить наше производство, и в связи с этим задумались о том, где нам и как кредитоваться. Оборудование приобретено у швейцарской компании – одного из мировых лидеров по производству данных машин. На сегодняшний день ТО «Европак» обеспечивает рынок Казахстана широким спектором разного цвета и разного громожа приформ для разлития воды и масла. На заводе четыре машины по производству приформ и одна машина по изготовлению колпачка. Специалисты производства обучались за рубежом. Дмитрий Госман прошел практику в Швейцарии. На сегодняшний день он главный инженер и все знает о функциях данных оборудования. Машина производит литье под давлением. То есть, сырье плавится и под давлением подается форма. Форма раскрывается, оттуда выходят готовые изделия. Социальная значимость проекта в рамках индустриально-инновационного развития абсолютно. Эта программа остается главным ориентиром модернизации экономики, сказал глава государства Нурсултан Абишевич в послании народу Казахстана. Дальнейшее исполнение карты индустриализации направлено на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в приоритетных секторах экономики Казахстана. Сегодня руководством Карагандинской области принимаются исчерпывающие меры, чтобы карты индустриализации легли максимально выгодно не только для жителей региона, но и всего народа Казахстана. Динамика экономики области уверенно набирает промышленный потенциал. Жезер Абдраимова, Ужас Гопат, Ернур Жакан, Первый Карагандинский. Сейчас короткая реклама и далее мы продолжим новости. Не приключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пятькамер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не задержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. В санитарной службе области отменены все плановые и внеплановые проверки. Это произошло согласно указу президента республики о кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности. При Шахтинске провели семинар-совещание с молодыми предпринимателями по этому вопросу. Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей является государственным органом, осуществляющим руководство и регулирование в сфере защиты прав потребителей. Теперь агентство будет заниматься и санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. Данный вопрос, почему мы сегодня освещаем, потому что согласно нового стандарта на проекты, все проекты будут переходить теперь через соны. И сегодня мы данный вопрос освещаем, какие нужны будут требования, какие нужны будут пакеты документов для сонов. Вот эта вот услуга будет оказываться через соны. Также будут переименованы органы и организации комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан в органы и организации агентства согласно приложению к настоящему постановлению. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашидов, Юрнур Жумарт, Первый Карагандинский. У всех ребят каникулы, но несмотря на это в школах кипит жизнь. В период каникул в школе номер 77 традиционно работает пришкольный лагерь. Дети отдыхают в разных отрядах по разным профилям. Работает разноплановая комплексная программа ЖАЗ для совмещения отдыха и обучения детей. Оздоровительный отдых позволяет детям восстановить силы, снять психологическую и физическую нагрузку, укрепить здоровье, организовать досуг во время каникул. В комплексную программу ЖАЗ включены различные мероприятия. В состав комплекса входит несколько отрядов. Малыши с 1 по 6 классы объединены в отряд «Волшебная страна». Для детей постарше профильные отряды по изучению английского и казахского языка. Также есть экологические и краеведческие отряды. Каждый отряд работает по своему плану. Здесь не только они отдыхают, но в то же время они занимаются исследовательской работой, защищают проекты. И затем дальше этот проект уже работает весь год. То есть дети выходят на различные конференции, в малую академию детей мы выводим. И они там занимают определенные места, призовые места на различных конференциях и школьного уровня, и городского уровня, и областного, и международного. С утра вместо обычной линейки дети посещают школьный бассейн. Для воспитанников лагеря проводят различные кружки. В общем комплексе лагеря отдыхают и учатся 450 детей. Сезон будет работать до конца августа. Лето приносит не только отпускную радость, но и возможные опасности, связанные с человеческой нерадивостью и невнимательностью. В областном Акимате рассмотрены меры по предупреждению и ликвидации природных пожаров, а также по обеспечению безопасности купания населения в летний период. На совещании, которое прошло в областном Акимате, Акимам городов и районов, руководителям государственных органов и организаций, начальникам служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, было поручено своевременно информировать Департамент по чрезвычайным ситуациям области о проводимых мероприятиях по пожароопасному и купальному сезону. Принять дополнительные меры по созданию добровольных пожарных формирований и финансировать их деятельности. В срок до 20 июня проработать вопрос о привлечении добровольных спасателей из числа местного населения через отделы занятости и направить их на обучение подразделения Департамента ЧАЭС. Обеспечить установку на водных объектах технологических отстойников, дамб, предупреждающих и запрещающих знаков о запрете купания на указанных объектах. Управлению образования проводить на постоянной основе профилактическую работу среди детей, в пришкольных, оздоровительных летних лагерях, о мерах безопасности и поведения на воде. Организовать обучение детей плаванию с привлечением инструкторов, преподавателей физической культуры, прошедших подготовку по приемам спасения и оказания первой помощи пострадавшим. Департаменту по ЧАЭС обеспечить контроль прохождения пожароопасного и купального периодов через средства массовой информации на постоянной основе организовать оповещение населения. В прошлом году на водоемах страны сотрудники спасательных служб Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли 942 человека. Чтобы не допустить гибели граждан на водоемах области, проводятся работы с повышенной подготовкой. По распоряжению Акима области проходят мероприятия по усилению мер безопасности людей на территории водоемов. Активирована профилактическая работа в первую очередь с детьми. На водохранилищах проводится патрулирование работников администрации ЧАЭС и полиции с целью не только выявить нарушителей, но и заострить внимание на мерах безопасного поведения на воде. В данном мероприятии задействовано 10 человек личного состава водно-спасательной службы. Это города Приозерск и города Балхаш, которые будут проводить, оказывать сопроводительного характера мероприятия, не допущение гибели людей в данных мероприятиях. В период купального сезона 2014 года планируется на территории страны функционирование официальных мест для купания, для устранения несчастных случаев на водоемах. Алена Слонько, Юрнур Жомарт, 1-й Карагандинский. В Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области стало доброй традицией с маститами спортсменами проводить мастер-классы среди школьников. Впервые мастер-класс по настольному теннису проходит в городе Караганде. Наш корреспондент тоже взял ракетку в руки. Этот вид спорта очень популярен в наше время. В него могут играть люди разных возрастов. В Федерацию настольного тенниса входит 218 стран мира. В чемпионате мира участвуют около 100 стран. В Казахстане лидером настольного тенниса является именно Караганда. Более 50 учеников первой гимназии были приглашены, чтобы поучаствовать и познакомиться с чемпионами и тренерами, и попробовать себя в игре. Наша школа настольного тенниса существует с 2001 года. Занимается очень много учащихся наших видов спорта. Вот сегодня мы проводим мастер-класс, знакомим детей с первой гимназии. Хотим, чтобы они вошли в мир настольного тенниса, познакомились с настольным теннисом и пришли к нам на тренировки. Маленьких деток учили уже опытные спортсмены, чемпионы и тренеры Караганды. Целью таких мероприятий является привлечение детей к занятию физической культурой и спортом, а также для повышения физического здоровья подрастающего поколения. Детям, я думаю, очень интересно, им очень нравится играть. Сама я занимаюсь теннисом уже 11 лет. Вот недавно, два месяца назад, выиграла олимпийскую путевку, поеду на юношеские олимпийские игры. В этом году самой важной победой теннисистов Караганды стало завоевание лицензии на Олимпиаду в Пекине, которая пройдет в августе. Очень важно привлечь как можно больше детей к занятиям физической культуры и спорта, для того, чтобы наши дети росли здоровыми, крепкими. Такие мероприятия полезны для маленьких детей. Они помогают понять, какой вид спорта им нравится и как полезно заниматься физической культурой. Алена Слунько, Айдин Жакан, Ярнур Жомарт, Первый Крагандинский. На сегодня все. Если у вас есть интересная информация и вы хотите ею с нами поделиться, то звоните нам на телефон редакции 42-06-49. Всего вам доброго, до свидания и до встречи в это же время, только завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин